У Твери появился свой дизайн-код. Скоро все рекламные вывески в историческом центре должны будут соответствовать единым правилам. И горожане, наконец, смогут увидеть красоту уникальной архитектуры. Когда начнут действовать правила и каким образом администрация Твери планирует выстроить работу с предпринимателями, расскажем прямо сейчас. Рекламный баннер не должен быть траурной лентой на облике города. Разноцветные вывески закрывают исторические фасады, отвлекают внимание. Их так много, что некоторые горожане рекламу уже не замечают. Сейчас вот на счетах, пожалуйста, пускай так. А так вот на зданиях нету рекламы как таковой. Сейчас я не вижу. Раньше было много, сейчас нет. Не видя рекламу, вряд ли горожане смогут разглядеть и красоту Твери. Конструкции закрывают архитектурные элементы. Поэтому многие все-таки считают, реклама должна быть другой. Ну, потому что ляписток. Меня вот раздражает, когда всякое пестрит все. То есть мне бы хотелось бы какой-нибудь архитектурной красоты, чтобы было как-то все в одном стиле. Мы живем в рекламном ролике всякой штуки. Я думаю, что бизнес сейчас хорошо очень развивается рекламой в социальных сетях. Поэтому, мне кажется, не пострадает. Мировые бренды в Старой Европе отказываются от фирменных цветов. Так, компании проявляют уважение к истории места. В Твери также появятся единые требования к рекламным конструкциям. В дизайн-коде города прописали, какие размеры должны быть у вывески, какие цвета и запретили использовать подложку под буквы. Как раз вот явный пример того, что не соответствует. Потому что, можете обратить внимание, то стиль здания исторический. Элементы информационной конструкции перекрывают вот эти фасадные элементы, да, декоративные. Вот. И цветовое решение их тоже не слишком увязывается с вот этим традиционным стилем. Сейчас сотрудники администрации города проводят рейды. Приносят представителям бизнеса уведомления о будущих изменениях. Несоответствие дизайн-коду будет грозить штрафами. Правда, не сразу. Предпринимателям дают время подготовить новые вывески. Те вывески, которые согласованы, но не в соответствии с дизайн-кодом, штрафные санкции будут применяться через год. А те предприниматели, у которых вообще вывески не согласованы, штрафные санкции будут применяться в настоящее время. Прямо сейчас. Некоторые предприниматели уже знают про дизайн-код и одобряют такое решение. Правда, у них есть вопросы и пожелания. Тут кратко необходимая информация, да, но уже, я так понимаю, частично знакомо. Это ваше, так сказать, руководство в действии. Очень здорово, что сейчас центральные улицы нашего города приходят к какому-то единому облику. Многим тверским предпринимателям важна будет поддержка от администрации, которые помогут нам привести в порядок наши замечательные здания и разместить на них вывески наших магазинов. В администрации Твери сейчас действительно прорабатывается вопрос о возможности предоставить с помощью предпринимателям. Кроме того, для представителей бизнеса организуют семинар, где разъяснят все тонкости новых правил. Мы приглашаем предпринимателей в Центр развития бизнеса 21 ноября в 16 часов. Мы планируем провести цикл подобных мероприятий, чтобы каждый предприниматель смог получить все интересующие его ответы. В первую очередь изменения затронут тех предпринимателей, чьи компании расположены на центральных улицах города. Однако впоследствии список территорий, где будет действовать дизайн-код, планируется расширять. Вся подробная информация размещена на сайте тверь.ру.